Приветствую вас! Давайте я, наверное, сначала отвечу вам на вопросы, которые вы задаёте, а после уже прокомментирую ваш текст в целом. Значит, лечится ли игромания? Ответ на этот вопрос, конечно, положительный. Лечится. Только нужно понимать, что вот именно игромания, да, это трудно поддаю себе лечению болезни, потому что она исключительно только в голове у человека. Кто-то считает, кто-то считает, что это не лечится, кто-то считает, что лечится на успех, но очень трудно, тяжело, вот, а я считаю, что вылечить можно, если у человека есть, ну, к примеру, такое желание, если у человека есть, к примеру, такая потребность, да, если он хочет вылечиться, то это, в принципе, всё можно, как бы, сделать, не проблема. Вот. Тем более, что судя по тому, что вы говорите, он, как бы, осознаёт свою проблему, понимает, что она есть, если готов с ней что-то, что-то делать, вот. Так что, здесь я более чем уверен, что можно ему помочь, можно его, ну, можно его вылечить, да, вот, можно заняться в психотерапии, тут лично я жду, вот, напрягаюсь, чтобы говорить, что он собрается к психологу, что ждёт зарплаты, вот, то есть тут, как бы, есть момент, что он зарплату получит и опять, собственно, проиграет благополучно, всё, вот, и до психолога, соответственно, не дойдёт. Вот. Так что, да, можно, ему можно помочь, его можно вылечить. Это первое. Второе. Значит, правда ли, что бывших наркоманов не бывает? Неправда. Потому что есть люди, которые по прошествию, по прошествии, точнее, значит, ну, психотерапии, да, вот, могут культурно делать вещи, которые, там, до этого у них получались, ну, очень, очень плохо, очень зависимо было. Такие случаи тоже есть. Есть такие случаи в практике, есть такие случаи из, ну, из близкого окружения, скажем так, вот, из личного окружения. То есть, есть люди, которые именно бывшие, то есть, они, как бы, находятся вновь в этой среде, вот, они находятся вновь в этой истории, и у них не возникает, как бы, срывов. Так что, здесь исключительно все зависит от человека. Кто-то может быть бывшим, там, игроманом, наркоманом, кто-то бывшим не может быть, вот. Это такой момент. Дальше. Следующая история. Значит, поскольку ваш мужчина зависим, то вы, скорее всего, находитесь в созависимых отношениях с человеком. И вы, сами являясь созависимым, в той или иной степени, возможно, мотивируете, толкаете его на то, чтобы он продолжал делать ставки. Потому что, как бы, человек начал это делать, когда у вас были уже отношения. И я не говорю, что вы виноваты в том, что произошло с ним, я не говорю, что вы виноваты в его зависимости, но то, что вы привозили к этому руку, это, безусловно, и, соответственно, вам желательно, в некотором смысле, преследовать свое поведение, да, преследовать модель своего поведения, для того, чтобы увидеть, что именно, вот, в ваших действиях, да, может провоцировать человека на то, чтобы, ну, вот, ставить, делать ставки. Позвращать. Следующий очень важный момент заключается в том, что у мужчины нет ощущения от свободы, и что во всех остальных других сферах у него есть, ну, определенные трудности, определенные проблемы. И в таком случае, по сути, зависимость его, это следствие его внутренних, внутриличностных проблем. Которые, на мой взгляд, ну, как минимум, достойны того, чтобы на них обратить внимание, в том числе. То есть, чтобы, ну, поработать с ними, да, чтобы поисследовать их, вот, эти, эти проблемы его. Ну, вот, то есть, вот это ощущение, ощущение несвободы, оно может толкать человека на, собственно, ставки. Потому что это азарт, азарт, это, соответственно, ощущение жизни. То есть, человек чувствует себя, как бы, ну, более живым, да. Ну, и, соответственно, чувствуя себя более живым, ну, как бы, снова и снова появляется потребность делать ставку. Плюс ко всему, человек срывается, да, то есть, вот, вы говорите, что он срывается, если он срывается, значит, соответственно, имеет место быть, ну, какое-то напряжение. И, соответственно, это, источник этого напряжения тоже требует своего, для своего корректирования. Другой вопрос, другой вопрос, что, вот, вы все это терпите, почему-то, для чего-то. И, вот, это момент, очень важно. Вот, про созависимость в отношениях вы можете почитать в интернете, я думаю, что вы найдете необходимую информацию, которая поможет вам, именно про созависимость. Вот, ну, а пока давайте просто поисследуем ваш текст. Итак, мой молодой человек, которому надо совместное проживание, игроман, ставит ставки на спорт онлайн. Значит, эм, так, мой молодой человек, которому надо совместное проживание, ставит на спорт онлайн 3 года. 3 года. Смотрите. Значит, ставит на спорт 3 года. 3 года вы имеете дело с этой проблемой, но, что еще более важно, это то, что вы, вот, 3 года, как минимум, уже живете вместе, и до сих пор не создали семью. Вот, опять же, я не имею ничего против гражданского брака, да, абсолютно. А, вот, ничего не имею. Но, тут, тут нужно поисследовать, почему 3 года, как минимум, вы живете вместе, и, вот, именно, что, ну, именно, что, вот, просто живете, очевидно, да. То есть, вопрос в том, в том, устраивает ли вас эта ссора, да, устраивает ли вас то, что, вот, вы 3 года проживаете вместе, просто проживаете. Ну, вот. Далее, вы говорите, что, раньше это было просто, как развлечение, да, ставка на, ну, ставка на спорт. А, теперь, соответственно, это уже приняло более серьезную историю, и приняло более серьезную историю, это, вот, 3 года назад. Значит, хочется спросить у вас, опять же, а что произошло, вообще говоря, 3 года назад, что произошло? То есть, почему это переросло, вот, в, в, ну, во что-то большее, да, во что-то другое? Просто так произошло? Ну, я, если честно, не думаю. То есть, я не думаю, что могло это, вот, значит, просто так произойти, да. То есть, я не думаю, что могло это просто, вот, без причин случиться, вот. То есть, если это случилось, если так случилось, значит, наверное, что-то произошло. Ну, тут нужно, опять же, поисследовать, что произошло. Так, эээ, дальше, значит, эээ, так, затем наш выбрал деньги онлайн-займом, так как проигрывал больше, чем нужно. В итоге, каждый раз клялся, с этого сын раз я верил. Вот почему верили, анонимно. Тоже очень важный момент. Откуда вера? Когда с долгами со всеми разобрались, у него начались срывы. Опять же, что вы складываете в это понятие, срывы? Да, то есть, что вы складываете, что вы понимаете под, эээ, под срывами? Ну, это тоже очень важный момент. Где-то раз в месяц стал проигрывать свою зарплату. Эээ, улыбнуло у меня это, эээ, это предложение, потому что, ну, если... Я даю связь с тем, что, эээ, иногда зарплату выдают несколько раз в месяц, да, так сказать, аванс и, собственно, зарплата. Вот, но если предположить, что зарплата выдаётся только раз в месяц, то он, соответственно, проигрывает её всю раз в месяц, именно потому что, ну, как бы, а больше нельзя, да. То есть, вот это, это вот ваше предложение, а где-то раз в месяц проигрывает зарплату. Ну, мне хотелось бы, конечно, знаете, контекст, эээ, вот, эээ, постараться контекст увидеть того, что вы говорите. Вот, то есть, что вы вкладываете именно в это. Так, эээ, неделю назад пришёлся Пик, он проиграл все мои деньги с карты. Признался, что больно, видимо, говорит меня о зависимости. Ну, такое ощущение, эээ, что, скорее, это чувство вины перед вами, эээ, либо страх вас потерять. То есть, я не говорю, что, ну, что он вас обманывает, да, я не хочу сказать, что он вас, именно, вот, обманывает, что он говорит неправду, не хочу так, не хочу сказать это. Но, вот это вот, эээ, условие, да, что он как-то сразу во всём признался, это, ну, не очень, если честно, вызывает доверие. Лично у меня, потому что, ну, вот, он всё это сделал, да, он всё это испытывает, эээ, ну, образно говоря, эээ, раскаяние, да. И он, возможно, хочет, эээ, убедить вас, эээ, в том, что, ну, что он всё понимает, чтобы вы от него не учли. Потому что, эээ, зависимые люди, они боятся, эээ, одиночество, боятся стояться одни, потому что они, как бы, ну, они чувствуют, они чувствуют, что, эээ, что они в опасности, они чувствуют, что их могут бросить, они это совершают прекрасно, вот. И, соответственно, это побольше проходит на чувство вины, а не на понимание от того, что это действительно, эээ, независимо. Эээ, так, раньше думал, что поработает со своей головой сам и больше не будет играть. Интересно, как это, как это интересно. Но не получал, он говорит, что когда ставит всё, как в тумане, ничего не помнит, у него нет ломки, по типу, и хочу играть, хочу играть. Ну, да, случаются такие срывы. Ну, тут, опять же, как-то идёт, как ваш субъективный опыт, видимо, ваше субъективное понимание этой ситуации. Потому что, даже если он говорит, что у него нет ломка, то есть, наверное, часть, что её действительно у него нет. А вот. Или что он понимает всё так, как есть. Он стабильно работает, не пропадает нигде, ну, тут такое ощущение, что вы пытаетесь её оправдать. Мы трое планы, но всё только на словах, в итоге он какую-то джесть проигрывает. Ну, да, точно нет, зависимо. Герт хочет лечиться, готов пройти к психологу, хочет стать нормальным. Понимаете, какая штука? Я не думаю, что постановка вопроса, связанная с становлением нормальным, здесь нет. Он нормальный. Просто желание, которое лежит в основе его потребностей, не находит своего выражения в духе. Так, уже выбрали психолога, ждём СЗП, что попадает, ждёт СЗП, что попадает. Уже выбрали. Так вы выбрали или он выбрал? Насколько, в следующем, как самостоятельно это делает? Непонятно. Так, у него пытаясь на забитая голова во всех сферах жизни, всё не очень хорошо. Потому что, как он говорит, у него нет ощущения свободы. Ну, с этим нужно помочь, опять же, найти свободу, отыскать свободу. Ну, вот, я не знаю, что будет по итогу. Мне вместе 5 лет, у меня уже не хватает сил нам сказать. Ну, опять же, да, нужно больше характера и контекста ваших отношений раскрывать. Потому что 5 лет срок не маленький, а вот что по итогу вы получаете, и почему вы в этих отношениях, в каком месту вы в этих отношениях занимаетесь. Это всё очень важно. Я впервые сталкиваюсь с подобным в своей жизни. Скажите, пожалуйста, лечиться именем. Ну, то есть ещё раз. Тут, брат, созависимость вам нужно в интернете почитать. Не буду сейчас ничего вам говорить. Вот, у меня это два впечатления, что вы слишком много делаете за мужчину. У меня это два впечатления, что вы не позволяете ему как-то вот проявлять себя, по крайней мере. Вот, но я могу ошибаться. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.